В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина. Главная тема сегодня. Несите ваши денежки. Руководители кредитного потребительского кооператива «Сберкасса-24» обвиняются в организации преступного сообщества. Неугомонный гонщик, несовершеннолетний подросток ответит перед законом за нарушение ПДД и удар сотруднику. Сбывали срок. В Новомичуринске задержана пара, зарабатывающая торговлей наркотиками. В очередной раз кредитный потребительский кооператив «Сберкасса-24» оказался в топе криминальных новостей. Его руководители обвиняются в организации преступного сообщества. Четыре года мошенники собирали средства россиян, обещая высокие проценты по вкладам. При этом фактически речь шла о финансовой пирамиде. По предварительным данным, руководители кооператива в период с 2012 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких до 13% в год дивидендов. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а денежные средства участникам кооператива не возвращали. В Рязани кредитный потребительский кооператив «Сберкасса-24» открылся в 2010 году. Броская реклама на экранах телевизоров и в газетах кричала прием личных сбережений до 14% годовых, займы от 1000 до 30 тысяч рублей на срок до 12 месяцев. Правда, мелким шрифтом уточнялось, что все блага только для членов кооператива. Войти в него было просто – за 1 рубль членского взноса. Минимальная сумма первого вклада составляла 75 рублей. Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей подозреваемые учредили более 20 отделений филиалов в различных городах страны на территории 14 субъектов Центрального, Уральского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Головной офис «Сберкасса-24» находился в Рязани. Согласно полученным сведениям, жертвами кооперативы стали более 2000 граждан, совокупный ущерб которых превысил 100 миллионов рублей. Проблемы с выдачей денег вкладчикам начались с 2012 года. Людей, пришедших забрать свои деньги, уговаривали пролонгировать договор под более высокий процент, что в итоге многие и делали. Однако во второй и третий раз эти уловки уже не срабатывали. В ходе расследования уголовного дела установлено, что собранные таким образом денежные средства вкладывались фигурантами в открытие и ведение собственного бизнеса, связанного с предоставлением гостиничных услуг, реализации питьевой воды населению, открытием в Рязани кафе и захоронением на интернет кладбищах домашних животных. Злоумышленники без зазрения совести покупали дорогостоящие машины, земельные участки и недвижимость, выводили денежные средства за рубеж. Для пущего доверия всего-то и нужно было оформить вывеску кооператива и клиентскую зону офиса в банковских тонах и раскидать яркие брошюрки на подоконниках. В ходе операции проведены обыски, изъяты предметы, электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, имеющие значение для расследования дела. Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы задержаны и согласно решению суда заключены под стражу. По фактам мошенничества руководителей кредитного потребительского кооператива Сберкасса 24 было возбуждено 14 уголовных дел, но многие пострадавшие, так же как и вкладчики МММ, когда-то до последнего тешат себя надеждами, что именно им повезет. Вот только в отличие от банков, кооперативы практически бесконтрольные, и даже самое суровое наказание организаторам пирамиды вряд ли вернет деньги пострадавшим. Еще в 20-х числах сентября в результате обрушения кровли на предприятии в городе Рязани один из рабочих погиб, второй был госпитализирован. Но в деле еще не поставлена точка, а показания свидетелей потерпевшего следователи пока не разглашают. Есть завод. Завод заключает договор подряда с индивидуальным предпринимателем на выполнение определенных видов строительных работ. Соответственно, в данном случае, ну как мы полагаем, да, и как является на самом деле, о том, что таким образом завод, то есть нанимает работодателя, да, который будет выполнять эти работы, и, соответственно, в данном случае подрядчик и является лицом ответственным. Это назначенная экспертиза строительная, по результатам которой в совокупности с рядом иных следственных действий уже будет картина произошедшего восстановлена в полном объеме, и далее мы будем уже из полученных данных опираться на то, какое лицо именно было причастно к этому преступлению. До определенной трагедии мало кто вообще задумывается, что между понятиями несчастный случай и несчастный случай на производстве лежит целая пропасть. И, к великому сожалению, иногда мы сами забываем про свои права, а потом сами же расхлебываем последствия. Каждый шестой подросток мечтает о покупке скутера, но, увы, это транспортное средство у большинства ассоциируется только с повышением престижа в глазах сверстников и, в последнюю очередь, с дополнительными обязательствами перед законом. Родители до последнего верят в то, что их ребенок плохим быть не может, а, получив желаемую игрушку, и вовсе повзрослеет. Один из рязанских подростков своим поведением сумел удивить даже следователей. Инцидент произошел еще в августе. Сотрудники ГИБДД, как обычно, несли службу на одну из точек. В это время из темноты показался скутер с довольно веселым водителем и таким же пассажиром. Молодые люди, видимо, почувствовали себя супергероями и решили развлечь себя погоней. Просьбы сотрудников остановиться только подстегивали хулиганов. В итоге скутер легко скрылся в закоулках, куда не смогла так же элегантно проехать патрульная машина. В этих дворах он смог от них скрыться. После чего сотрудники полиции снова выехали на улицу Октябрьскую, где стали патрулировать по своему маршруту. Но молодому человеку показалось мало приключений. Уже в одиночку он вернулся и начал дразнить сотрудников ГИБДД. Подростка не смутил даже тот факт, что он был пьяным и бесправ. Погоня продолжилась по улицам Станкозаводской, Бирюзова, а в районе садоводческих товариществ несовершеннолетнего шумахера подвел гравий. Скутер занесло, водитель свалился и успел скрыться в ближайших кустах. Казалось бы, ночная история закончена, но не тут-то было. Хулиган дождался приезда второго патрульного экипажа. В этот момент выходит подозреваемый, из темноты подходит сотрудник полиции и наносит ему удар в лицо. После чего задержали, доставили в отдел полиции. Выяснилось, что молодой человек уже состоит на учете за неоднократное нарушение комендантского часа и употребление алкоголя. Единственное, более-менее логичное объяснение его поведению только одно. Живет без мужского присмотра, с мамой. Впрочем, для судьи это второстепенная информация. Еще в июне Пленум Верховного Суда России обсудил проект постановления, который ставит знак равенства между теми, кто продает наркотики из рук в руки и теми, кто закладывает их в тайники. Чтобы не возникало юридических проблем, долгое время под сбытом правоведы понимали непосредственную передачу товара. Сегодня продавец и клиент могут не видеть друг друга в лицо благодаря электронным каналам, но есть и такие, кто предпочитает по старинке получать выручку из рук в руки. Эти кадры наркополицейские привезли из Новомичуринска, Пронского района. В поле зрения оперативников оказались 39-летний мужчина и его 36-летняя гражданская супруга. Согласно полученной информации, сожители имели причастность к доставке героина в Новомичуринск в оптовых количествах и его розничной продажи. Об этом говорят и веские доказательства, обнаруженные в квартире задержанных, упаковочные материалы, электронные весы и уже готовые расфасованные свертки. Был обнаружен расфасованный сверткий героин массой 106 граммов. Это количество могло быть пригодно для изготовления более тысячи инъекций смертельно опасного наркотика. Есть информация, что героин злоумышленники закупали в Москве, а сбывали из рук в руки хорошо знакомым наркозависимым жителям города энергетиков. Расследование продолжается. Следующее уголовное дело до такой степени окутано секретами, что подробнее о нем мы сможем рассказать только после решения суда. В сентябре этого года в московском районе было совершено убийство. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 12 ножевых ранений, в результате чего потерпевший скончался. Вот, собственно, и все, что можно озвучить на данный момент. Над линиями защиты и обвинения работают опытные адвокаты. Мы будем следить за развитием событий. А напоследок приятная новость. Известно имя победителя регионального этапа конкурса МВД России Народно-участковой 2015-ем стал Павел Кудряшов. Кто не знает героя советского кинофильма Анискина или нынешнего Прохорова? Может, их разделяют эпохи, но суть совсем не изменилась. Главным остается работа с населением. Полагается знать, чем болеет вверенный участок. Участковый полномоченный полиции Павел Кудряшов курирует Алексеевское сельское поселение Клепиковского района. А это 1152 человека. Человек работает уже порядка 9 лет в органах внутренних дел. Начинал он с ППС, работал уголовным розыском. На данном этапе 6 лет уже работает участковый полномоченный. С такой профессией за дня в день приходится выступать то судьей в соседских и семейных спорах, то быть советчиком в жизненных ситуациях. В сельской местности жалуются и на пьянство отдельных индивидов, и на количество бродячих собак. Павел Кудряшов хорошо знает, в обеспечении безопасных условий для жизни населения мелочей не бывает, потому и забот много. Не считается, с личным временем занимается своей работой, потому что по-другому сейчас работать невозможно. Задача участкового – найти подход к каждому жителю, даже если приходится некоторых доставлять в дежурную часть. И простой глаз народа иногда значит куда больше похвалы начальства. Отзывчивые, хорошо относятся к людям, добросовестные, выполняют свои дела. Остается пожелать капитану полиции Павлу Кудряшову получить такую же мощную поддержку жителей на всероссийском этапе конкурса МВД «Народный участковый». 5 ноября свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. Приказ тайных дел, секретная экспедиция, особенная канцелярия – первые упоминания об этой службе относятся еще к Киевской Руси. В наши дни на вооружении данного рода войск новейшие технологии, в том числе космические. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день, в 1918 году, в составе полевого штаба Красной Армии в Петрограде, было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Центральный орган управления военной разведкой в нашей стране. Хотя, конечно же, профессия разведчика ведет свою историю с более давних времен. Еще Петр I в своем воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную работу законодательную и правовую базу. Но самыми показательными, пожалуй, были годы Великой Отечественной войны. Так, в апреле 1943 года было организовано Главное управление контрразведки СМЕРШ, на которое были возложены задачи борьбы со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок, борьбы с предательством и изменой родине в частях учреждениях Красной Армии, дезертирством и членовредительством на фронтах. Герои тех лета сегодня предпочитают скромно хранить свои воспоминания при себе. А ведь в нашем городе немало людей, которые могут написать свой маленький учебник истории. Ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Тимофеев и сегодня в строю. Правда, бегает уже не по служебным делам. Чтобы поддерживать организм в тонусе, а родился он, между прочим, в 1925 году, посещает школьников и развлекает себя походами по местным магазинам. Как с улыбкой говорит он сам, это и прогулка, и общение. Текист – это человек особого склада, особого направления, особой ответственности. На фронте он служил связистом-корректировщиком. Для паренька с несолидной комплекцией задание тяжелое во всех смыслах слова. Боевой комплект состоял из радиостанции Р-13, 14-килограммового пульта управления, батареек весом 15 килограммов, катушки с кабелем, противогаза, скатки, карабина с откидным штыком, перископа и телефонного аппарата. Его дивизия называлась «Прорывная». Но настоящий чекист даже сегодня, спустя десятки лет, держит свои воспоминания за семью печатями. А я как-то давал слово давненько давно. Никогда не рассказывать и никогда не хвалиться. А делать то, что поручено тебе делать. В 1944 году после освобождения Риги дивизия, в которой он служил, направляет Тимофея Тимофеева в Омское военное училище имени Михаила Фрунзе. Долгие годы он будет охранять рубежи нашей Родины, задерживать преступников и подтверждать свой авторитет среди местных жителей. Во-первых, надо знать обычаи людей, где служить. Надо уважать эти обычаи. Надо учиться уважать. Тогда можно надеяться на отдачу и помощь среди данного населения. За последние годы менялась форма, менялась одежда, главное, и уборы. Но только у пограничников не менялась пуражка. Так в чем же силы вот эта зеленая пуражка? Что она дает? Она дает вдохновение человека. Уверенность в своих действиях. Уверенность в том, что им поручена очень ответственная задача охранять передовые рубежи данного государства. Кстати, интересный факт. До 60-х годов 20-го века наши пограничники использовали почтовых голубей. Это была своеобразная мобильная связь. На заставах имелись голубятни со специально обученными птицами. В случае боевой необходимости одного из голубей отправляли с донесением, второго оставляли для подстраховки. В целях сохранения ценных кадров фернатых часто перекрашивали, маскируя их под ворон и других птиц. Такой была эта неделя. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.tv А я прощаюсь. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин